Добрый вечер, это наше время. И далее о ключевых событиях, которые определяют настоящее. Сегодня важно знать о таком. В Аргентине новый президент. Владимир Зеленский лично побывал на инаугурации, а также провел в Латинской Америке несколько важных встреч. С кем пообщался лидер Украины? Они лечат и спасают жизни даже под обстрелами россиян. Как работают украинские медики в прифронтовых больницах? Назад в СССР или возрождение сталинских репрессий. В России арестовали еще одного ученого по подозрению в госизмене. Кого посадят следующим? Высокая цена за убеждения. Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице в заключении. Награду получили дети-активистки, которая борется за права женщин и отмену смертной казни. Президент Украины Владимир Зеленский находится в Буэнос-Айресе, где присутствовал при инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Украинский лидер поздравил своего коллегу, а также пожелал ему и аргентинскому народу удивить мир успехами. А еще выразил надежду, что Украина и Аргентина будут расширять двустороннее сотрудничество. Солидарен с этим и Хавьер Милей. Сегодня начинается новая эра для Аргентины. Сегодня мы заканчиваем долгую и печальную историю упадка и начинаем путь к восстановлению нашей страны. Дороги назад нет. Сегодня мы хороним десятилетия неудач, распри и бессмысленных споров, а также боев, которые привели лишь к разрушению нашей любимой страны и превращению ее в руину. Находясь в Аргентине, Владимир Зеленский также встретился с президентами Эквадора, Парагвая и Уругвая. Одной из главных тем разговоров стала реализация украинской формулы мира. Лидер Украины выразил надежду на участие как можно большего количества стран Латинской Америки в четвертой встрече советников, на которой в январе следующего года обсудят и подготовку к глобальному саммиту мира. На сегодня по объемам помощи их по праву можно назвать главным союзником в войне против России. С начала президентства Джо Байдена Вашингтон передал Киеву вооружение на более чем 44 миллиарда долларов. Подробнее о военной помощи США далее в материале. Только в 2022 году США выделили Украине военной помощи на сумму более 27 миллиардов долларов. Очередной крупный пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов Белый дом предоставил 20 марта 2023 года. В него вошло множество разных типов боеприпасов. Путин считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Как вы знаете, господин президент, я сказал вам в самом начале, он рассчитывает на то, что мы не будем держаться вместе. Он рассчитывал на неспособность сохранить единство НАТО. Он рассчитывал на то, что мы не сможем привлечь других на сторону Украины. Но он просто ошибся. Год спустя доказательства прямо здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе. В конце ноября 2023 года Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму 100 миллионов долларов. Это 51-й транш оборудования, предоставленный администрации президента США Джо Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Пакет включает дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свободу от продолжающейся агрессивной войны России. Из сообщения пресс-службы Министерства обороны США на сайте ведомства. В пакет включили дополнительные зенитные ракеты «Стингер», высокомобильную артиллерийскую ракетную систему «Хаймерс» и дополнительные боеприпасы, артиллерийские снаряды, ракеты «ТОВ» с оптическим наведением, противотанковые комплексы «Джавелин» и «АТ-4», более трех миллионов патронов к стрелковому оружию, боеприпасы для разрушения препятствий и другое вспомогательное оборудование. Президент Байден сформулировал четкую цель – Соединенные Штаты стремятся к свободной и суверенной Украине, которая сможет защитить себя сегодня и сдерживать дальнейшую российскую агрессию в будущем. Поэтому вместе с нашими союзниками и партнерами мы должны продолжать работать, чтобы помочь Украине дать отпор российским силам сегодня и создать будущие силы для Украины, которые смогут сдерживать еще большую российскую агрессию в ближайшие годы. За время президентства Байдена США выделили Украине почти 45 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности. В частности, среди переданного вооружения – танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли», бронетранспортеры «Страйкер», реактивные системы залпового огня «Хаймерс», зенитный ракетный комплекс «Патриот», системы ПВО «Насамс» и противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». А всего в списке Пентагона – 100 различных позиций. Весь мир наблюдает, что будут делать Соединенные Штаты. И подумайте, если мы не поддержим Украину, что будет делать остальной мир? Давайте сделаем это. Мы являемся причиной того, что Путин не полностью захватил Украину и не вышел за рамки этого. Вклад США и лично Джо Байдена в победу Украины в войне, которую развязала Россия, сложно переоценить, считают эксперты. Поскольку именно от позиций Штатов зависят и поставки оружия Украине, и глобальная поддержка западных союзников. Украина активно готовится к получению истребителей F-16, которые будут переданы союзниками в краткосрочной перспективе, сообщил министр обороны Рустам Умеров. Также он добавил, что Киев обсуждает с партнерами и другую военную помощь. Работы ведутся над подготовкой как инфраструктуры, так и технического оборудования. Параллельно готовятся пилоты и технический персонал. Мы также делали заказ на будущее для сил обороны. Но это 2027-2030 годы. Обсуждаем не только F-16, перечень огромный. Никаких лимитов на передачу технологий нет. Рустам Умеров, министр обороны Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Оперативная ситуация на фронте остается острой, сложной, но контролированной. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Генерал-полковник посетил военные части украинских защитников на восточном направлении. Подробнее о ситуации на передовой далее в сводке генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение российским оккупантам, сообщает в вечерней сводке генштаб вооруженных сил Украины. На Купенском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Осеньковки и Петропавловки Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки, Углидара, Степового и Авдеевки Донецкой области. Силы обороны отбили все атаки. Некие упоры российские захватчики сейчас делают на Маринку и Авдеевку, чтобы Роспропаганда могла показать хоть какие-то псевдоуспехи на фронте. Максимально сегодня концентрируется боевая техника, пытается враг найти что-то новое в тактике применения и вооружения, и техники. Ну и, соответственно, работает максимальная артиллерия, работает максимальная авиация. Насколько это возможно, фактически на Авдеевском направлении сегодня сосредоточены, ну, как минимум, полноценные две общевойсковые армии российские. То есть мы понимаем, насколько и какое значение придают Кремле для того, чтобы хоть каким-то образом что-то получить в ходе вот этих наступательных действий. А на Южном фронте российские оккупанты продолжают окапываться. Враг продолжает укрепление фортификационного оборудования и подтягивание резервов, ведет наблюдения за действиями сил обороны на правобережье и не прекращает давить артиллерийскими обстрелами, активно применяя дроны. В то же время признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Пресс-служба оперативного командования ЮГ Facebook. На Таврическом направлении россияне снизили количество штурмов и снова стали применять для ударов авиацию. В общем, на Таврическом направлении враг нанес 6 авиаударов, провел 33 боевых столкновения и совершил 512 артобстрелов. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия. Всего за сутки на передовой произошло 77 боевых столкновений. Общие же потери российской армии с 24 февраля прошлого года уже превысили 338 тысяч человек. За сутки были уничтожены 700 военных, 4 танка, 6 артиллерийских систем, 10 боевых бронированных машин и десятки единиц другой техники россиян. Российская армия продолжает обстрелы Херсонской области. Сегодня там пострадали два человека. Одного из них с контузией и осколочными ранениями головы доставили в больницу. Есть разрушения в жилом секторе. В многоквартирных домах пробиты стены, выбиты окна и двери, повреждены крыши. Две женщины погибли после российского удара по Купенску Харьковской области. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Сенегубов. Он ответил, что кроме этого ранения получили еще два человека. Всего российские военные нанесли удары более чем по 20 населенным пунктам области. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В селе Великий Бурлук разрушено общежитие учебного заведения. Также российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Россияне ударили из тяжелой артиллерии, а также атаковали дронами камикадзе. Как сообщили глава обладминистрации Сергей Лысак, вследствие российского обстрела повреждены жилые дома, помещения одного из предприятий, а также линии электропередач. Но главное, люди не пострадали. В Донецкой области после обстрелов российской армией разбиты и разрушены десятки медицинских центров. А уцелевшие продолжают оказывать помощь местным жителям. Работают и больницы в прифронтовой зоне. Несмотря на постоянные артиллерийские и авиаудары оккупантов, врачи не покидают опасные места и продолжают лечить людей. В одной из таких больниц недалеко от передовой побывала наша съемочная группа. Звонок от соседей со словами «Ира, вы живы?» Единственное, что четко помнит пенсионерка Ирина Ильинична в первые секунды после попадания российской ракеты по многоквартирному дому в Селидово. Находясь в шоковом состоянии, женщина сразу и не поняла, что тяжело ранена. У меня оторваны все пальчики. У меня была вся эта кисть оторванная. Теперь все их соединили. И идет сейчас на поправочку. Ранение от ударной волны во время обстрела поселка Острое Леонид получил почти неделю назад. Населенный пункт находится в 7 километрах от Марьинки. Там ожесточенные бои длятся с начала полномасштабного вторжения России. Спишь, не спишь? Документы все под собой. Одетым спишь. Все. Только кладешь, кладешь, ухватаешь. Хат аж дрожит вся. С температурой почти 40 из зоны боевых действий в больницу привезли и Светлану. Женщина говорит, думала, что не доживет до утра. Домой сходила к себе. У меня свой дом был. Дом разбитый. Ничего нет. Я пришла, расстроилась в субботу. А воскресенье слила. Всего в десятки километров от зоны боевых действий в Селидово продолжает работать больница. Врачи ежедневно принимают здесь раненых гражданских из прифронтовых населенных пунктов. Помощь оказывают круглосуточно. Это женщина после осколочной травмы, да? А где как их можно увидеть? Вот эти вот мелкие? Это все осколки. В мягких тканях вокруг челека. В конце прошлого месяца Селидовскую больницу ракетами атаковала российская армия. Одной ракетой была разбита поликлиника. Второй разрушен фикционный корпус больницы. Там находились тяжелые пациенты. Это была хорошая обоснованная палата. Тут все боксированные палаты. Самый взлом. В отделении на койке находилось больше 20 человек. Лечились больные с пневмонией, ковидом. В момент находилось две медицинские сестры, две младшие медицинские сестры. Одна чуть-чуть пострадала медсестра, остальные все живы, здоровы. И делались, как говорится, испугом. После того обстрела медицинские работники, поврежденных обстрелами отделений, на следующий день продолжили работу. После вот этих жутких обстрелов, такой вот небольшой у вас тоже был момент прийти в себя, и вы будете сейчас снова продолжать принимать больницу. А что делать? Люди-то болеют. В поликлинике за день могут принять более 150 человек. Многие пациенты со слезами на глазах говорят слова благодарности медикам, которые здесь работают. Даже после того масштабного ракетного обстрела российскими войсками ни один врач не отказался продолжать свою работу. Врачи не уехали. Это осознанный выбор. И, наверное, коллективный настрой, который был, способствовал каждому и пережить, восстановиться после личного внутреннего стресса, и пережить этот коллективный стресс. Ведь все понимают, что опасность, она никуда не ушла. Вероятность повторных каких-то этих варварских инцидентов, она, к сожалению, сохраняется. Селидовская городская больница – одна из тех немногих, что сегодня находится максимально близко к линии фронта. Здесь выполняют клятву Гиппократа более трех с половиной сотен медицинских работников. И далее говорим о событиях на Ближнем Востоке. Операция по спасению украинских граждан из сектора газа успешно завершена. Из опасной зоны удалось вывезти более трехсот человек. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, эвакуация проходила в несколько этапов. Среди спасенных два раненые, однако онкобольная, беременная, а также двоегражданских, координировавших украинских разведчиков непосредственно в зоне конфликта. В секторе газа многие террористы Хамас сдаются в плен израильским военным, пишет The Times of Israel. Тем временем в штабе национальной безопасности еврейского государства заявили, Сахал ликвидировал минимум 7 тысяч боевиков Хамас. В заложниках у террористов Хамас остаются еще 137 человек, сообщает Reuters. После объявления временного прекращения огня между Израилем и боевиками Хамас удалось освободить 110 человек. Вернувшиеся домой рассказали о физических и моральных трудностях, которые они испытывали во время пребывания в плену террористов. Мне было очень страшно. Первые две недели я думала, что сойду с ума, ведь я была одна, почти без света и почти без еды. Это значит ждать и ждать и ждать бесконечно. Казалось, день никогда не закончится. Теряешь чувство времени. Немыслимо было оставаться в заперти, без возможности видеть день и ночь, неуверенность в пище, в том, не упадет ли бомба. Государственный департамент США одобрил продажу Израилю танковых снарядов. По данным Reuters, ведомство воспользовалось чрезвычайными полномочиями, чтобы разрешить сделку без ее рассмотрения Конгресса. Речь идет о 14 тысяч снарядов. Всего США намерены продать Израилю 45 тысяч танковых боеприпасов на сумму более полумиллиарда долларов. Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Так, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы РФ провести на временно оккупированных территориях Украины так называемые выборы президента России. В заявлении подчеркивается, что включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях, поставит под сомнение легитимность результатов. В Белом доме уже назвали псевдовыборы в России худшей избирательной гонкой. Эксперты уверены, в своей кампании Путин будет избегать темы войны России против Украины. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Так называемая предвыборная кампания Путина стартовала. О том, что собирается идти в президенты, Владимир Путин объявил во время церемонии награждения так называемых героев России. Предстоящие президентские псевдовыборы в России будут первыми после изменения Конституции, что позволило Путину баллотироваться в пятый раз. В Белом доме уже назвали псевдовыборы в России худшей избирательной гонкой. На самом деле задача этих выборов является доказать, что за Путиным большинство. Его легитимация основана не на выборах как таковых, а на том, что вот якобы за него большинство. Это очень важно сказать недовольным людям, недовольным войной, недовольным уровнем жизни и так далее. Очень важно сказать, ну хорошо, ты недоволен, но ты видишь, что у вас таких, как ты, 2%. Ну сиди тихо, ну что сделаешь, да? И ради этого они проводят выборы, и ради этого они будут манипулировать общественным сознанием. Вся политическая система в России будет работать на так называемый имидж Путина, уверены аналитики. Чтобы задобрить избирателей, власть в России установит мораторий на повышение цен на продукты. Производителям и поставщикам запретят поднимать цены более чем на 30% в течение 60 дней, без экономически обоснованных причин. Федеральная антимонопольная служба уже внесла соответствующий законопроект. Ограничения планируют ввести до конца 2024 года, а за нарушение запрета предприятия и компании будут штрафовать. Основной риск, который возникает при реализации такой инициативы, это возможность привлечь крупную компанию к ответственности без необходимости доказывать дополнительный состав, например, сговор, картель, превышение доли на рынке и монопольного положения. Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления Ассоциации Рус-Продсоюз, в интервью изданию The Moscow Times. В авторитарной политической системе России Путин всегда побеждает с большим отрывом, хотя Кремль может позволить либеральному кандидату принять участие в гонке. Ожидается, что в выборах примут участие еще несколько кандидатов, в том числе представители Компартии и националистической ЛДПР, которые и в прошлом играли роль удобных соперников для российского президента. Кремль также может позволить либеральному кандидату принять участие в гонке, хотя, по мнению экспертов, этот вопрос остается открытым, поскольку любой такой кандидат, вероятнее всего, будет выступать против войны в Украине. Из статьи издания The New York Times. Сейчас же в российском обществе нарастают антивоенные настроения и в то же время напряжение в ожидании новой волны мобилизации. Впрочем, отмечают эксперты, приказ о ее начале диктатор, скорее всего, отдаст после того, как обеспечить себе пятый срок в кресле президента. Российские врачи опубликовали открытое письмо Путину с требованием оказать медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, которого в прошлом году осудили на 7 лет по так называемой статье за фейки российской армии. Сейчас он отбывает срок в колонии Владимирской области. Один из адвокатов Горинова сообщил, что здоровье его подзащитного значительно ухудшилось. Он не встает и не говорит. Врачи считают, что такое состояние является жизнеугрожающим и Горинову немедленно нужна госпитализация. Назад в СССР или возрождение сталинских репрессий в России. Суд арестовал еще одного сибирского ученого по подозрению в госизмене. Подобные обвинения летом прошлого года силовики уже выдвигали трем деятелям науки из Новосибирска. Первым задержанным стал заведующий лаборатории квантовых оптических технологий Дмитрий Колкер. Его обвинили в передаче секретных данных Китаю. Несмотря на то, что у мужчины была последняя стадия рака, сотрудники ФСБ задержали его прямо в больнице. Через несколько дней ученый скончался. Всего в Сибирском отделении Российской Академии Наук уголовному преследованию подверглись 16 человек. Подробнее в материале Юлии Грановской. По версии Кремля, любой гражданин, подвергающий сомнению действия режима, изменник Родины. Так, член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил возродить во всех регионах Федерации контрразведку СМЕРШ, работавшую в сталинские времена. Гурулев настаивает на том, чтобы всех так называемых изменников отправляли в глухую тайгу пожизненно. Напомним, управление контрразведки СМЕРШ было создано в 1943 году по указу Сталина и занималось поимкой диверсантов, шпионов и изменников Родины. Заинтересовались Кремли и работа IT-компаний. Глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев предложил создать институт по контролю за их работой. Правда, отметил, что контролировать будет сложно, так как частные компании будут настаивать, что государство не может вмешиваться в их работу. Положение правозащитных организаций в России становится все более сложным. И подтверждение тому Путин включил в состав Совета по правам человека автора доносом на независимые российские СМИ Александра Ионова. Он стал известен жалобами, после которых несколько независимых СМИ были признаны иностранными агентами. В частности, после его обращения Минюст признал инагентами издания «Медуза» и «Зебелл». Людей продолжают сажать за слова, людей продолжают сажать за малейшее желание критиковать власть и так далее, желание критиковать войну. Я бы не сказал, что стало в разы хуже в 2023 году, но нужно помнить, что всегда может быть хуже. В целом, нас все 24 путинских года всегда учили одному правилу. Всегда может быть хуже. Репрессивная машина, когда она начинает раскручиваться, она может двигаться только в одну сторону. Никогда для того, чтобы ее остановить, должен сломаться репрессивный аппарат, который ее использует. То есть, эта власть должна смениться. Писать доносы – это уже мейнстрим для России. Так, например, власти Приморья запустили чат-бот для доносов «Оперпишет». Двумя неделями ранее власти Белгородской области также создали бот для доносов, который назвали «Поиск плохих людей». Согласно официальным данным Роскомнадзора, только за первые шесть месяцев 2022 года граждане подали более 145 тысяч доносов. Большинство из них касались фейков и дискредитации армии. Однако доносили также на тех, кто слушал украинскую музыку или носил одежду цветов национального флага Украины. Из публикации издания «The Moscow Times». Одной из самых ответственных и исполнительных для кремлевской власти стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Издание «Верстка» подсчитало, что она написала жалобы как минимум на 166 человек и 4 музыкальные группы. В результате на 14 человек завели административные дела, а еще четверо попали под уголовное преследование. Даже сейчас, спустя 75 лет после подписания всеобщей декларации прав человека, общество страдает пандемией бесчеловечности. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. И подчеркнул, что на планете по-прежнему возникают войны и конфликты. При этом Европейский Союз продолжает работать над тем, чтобы защищать свободу и права всех и повсюду. «Свободными и равными в своем достоинстве и правах. Каждый имеет право на жизнь, свободу и неприкосновенность. Каждый человек рождается свободным. Это прекрасная фраза, когда знаешь историю человечества. Это отличное новшество. Цель нашей работы и поддержки управления Верховного комиссара ООН по правам человека заключается в реализации этих прав каждого человека во всем мире. И мы приложим все усилия для этого благородного и справедливого дела». Нобелевскую премию мира, которую в этом году присудили иранской правозащитнице Нагрес Махамади, получили ее дети. Сама активистка сейчас находится в заключении в тегеранской тюрьме. Махамади наградили за борьбу против угнетения женщин, а также продвижение прав человека и свободы для всех. Выступая на церемонии Восла, сын правозащитницы прочитал Нобелевскую речь матери и от ее имени поблагодарил за награду. Отмечу, иранские власти 13 раз задерживали Махамади, которая является ярой противницей смертной казни и обязательного ношения хиджаба для женщин. Сейчас активистка находится в тюрьме. В общей сложности ее приговорили к 31 году лишения свободы. Я уверен, что свет свободы и справедливости ярко воссияет на земле Ирана. Гимн триумфа народа на улицах Ирана найдет отклик во всем мире. Четвертую свечу зажгли сегодня вечером на миноре в центре Одессы. Символ праздника, на котором ежедневно зажигают по одной свече в период Хануки, установили на Приморском бульваре. Ханука или же праздник огней – один из самых важных в еврейском календаре. В этом году его отмечают 8 дней – с 7 по 15 декабря. Христианский мир готовится к одному из самых больших религиозных праздников – Рождеству. На площади Святого Петра в Ватикане уже зажглись огни на гигантской еле, которую также украсили тысячами эдельвейсов. А рядом с праздничным деревом установили еще и вертеп. Напомню, что в этом году украинцы впервые за годы независимости также будут отмечать Рождество Христова 25 декабря. Напомню, что актуальные новости всегда доступны в телеграм-канале «Фридом». Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране, переходите по ссылке и добавляйте страницу в «Избранное». Такими были главные события воскресенья. Спасибо, что смотрели нас и до новой встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин